В эфире Панрама. Здравствуйте. О главных событиях в изложении журналистов телекомпании Юнион в самое ближайшее время. И прямо сейчас смотрите. Террористический акт в Макеевке неизвестные подорвали здания Макеев угля и торгового центра Голден Плаза. Взрывы прогремели рано утром с промежутком в 20 минут. По сообщению пресс-службы милиции, никто из людей не пострадал. Сейчас все силы правоохранителей брошены на поиски злоумышленников. Силовики не исключают возможности повторных взрывов. По крайней мере, в них предупреждали в анонимной записке, найденной возле горосполкома. Елена Антонова расскажет больше об утренних происшествиях. Галина Абаимова проснулась сегодня утром не от звонка будильника, а от взрывов. Первый был около половины пятого. Спустя 20 минут прогремел второй. От него, по словам женщины, даже стекла зазвенели. О том, что на самом деле произошло, она узнала спустя пару часов. Так шарахнуло. Но у меня сразу сложилось впечатление, что где-то, может быть, шахта, авария на шахте или что. Но очень сильный, очень сильный. У меня шторы зашатались и стекла заскритали. Вот так еще вчера выглядело здание Макеевугля. Сегодня здесь выбита дверь, разбиты окна на всех семи этажах. По версии правоохранителя, взрывное устройство было установлено на самом входе возле урны. В этот момент здание был охранник, но он не пострадал. Торговый центр «Голден Плаза» в районе Центрального рынка – еще один объект, где рано утром детонировало взрывное устройство. И первый, и второй взрывы хорошо слышали жители не только близлежащих домов, но и соседних поселков. Глухи, конечно, стекла не повылетали, но слышно было, что где-то что-то взорвалось. Подумалось, что это, наверное, как-то промышленные работы. Рвануло сильно, аж ровно. Я думаю, просто, что у меня что-то с газом, думаю, может, котел там перегрелся, взорвался. Ночью это было. Встал, покурил ночью. Посмотрел, котел нормально, думаю. Места взрыва сразу после происшествия оцепили и огородили сотрудники милиции. На месте работали эксперты-криминалисты. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, взрывы в Макеевке могут повториться. По крайней мере, теракты обещают в анонимной записке, найденной сегодня утром. В ней неизвестны требуют 4 миллиона евро. В противном случае обещают взорвать еще несколько объектов уже сегодня вечером. Ни городские, ни областные власти, ни правоохранители эту информацию пока не комментируют. Дать ответы на интересующий вопрос обещают на пресс-конференции сразу после окончания экстренного совещания. Елена Антонова, Алексей Костюк, Руслан Новиков, Панорама. По сообщению заместителя министра внутренних дел Василия Фаринника, в письме террористов указаны механизмы и порядок передачи денег. В то же время неизвестные угрожают, что в случае невыполнения требований, сегодня в 17.00 в разных местах Макеевки прогремят еще 5 взрывов. Наши журналисты только что вернулись со съемки. Центр города сейчас оживлен. Многие семьи после 17 часов выходят на улицу. Паники в словах жителей нет, но все относятся к происшествиям с опаской. Раз в городе пришла беда, значит пришла. Далеко нас, как говорится, если бы вот это разрушилось, то гостиница, а потом наш дом. Я думаю, что через время может еще случиться, а не сегодня. Семью никуда я вывозить не буду, я здесь рядом живу. Нет, я не боюсь. Я прошел то, что это я ничего не боюсь. Что это все какой-то спектакль, кто-то разыгрывает. Уверен, что никаких взрывов не будет. Кому-то это просто очень нужно было. Сегодня днем к нам поступила информация о том, что в помещении Центральной городской райадминистрации ищут взрывное устройство. Мы выехали на место, но двери здания оказались закрыты. Ситуации обеспокоены и в транспорте. На городских и междугородних маршрутах принимаются меры предосторожности. Как пытаются обезопасить пассажиров и усилено ли патрулирование на улицах, выясняла Оксана Витер. В Центральной городской райадминистрации на двери надпись «Приема нет». Подошедшим посетителям объясняют, большинство сотрудников отпустили домой. На местах оставили лишь начальников отделов. Однако на этом меры предосторожности в здании закончились. Позже нам сообщили, специалистов никто не выводил и кабинеты не обыскивал. Однако патрулирование города в связи со взрывами сейчас усилено. Контролируют общественный порядок дополнительные отряды внутренних войск. Как только утром стало известно ОЧП, военнослужащим выдали оружие и приготовили боевую технику. Они ходят группами по 3-4 солдата. Всего патрулируют город 50 военных. В городе Макеевске несет службу 50 военнослужащих, милицейского полка внутренних войск для оказания помощи работникам милиции в охране общественного порядка. На Плехановской автостанции о потенциальной опасности также предупреждены. Водители говорят, и диспетчеры, и руководства все еще растеряны. Но уже порекомендовали им проверять салоны и быть внимательными к пассажирам и в пути. Диспетчера предупредили всех водителей, чтобы смотрели после выхода пассажиров с салонов, чтобы никаких вещей не оставалось в машинах. Сам директор звонил, чтобы мы проверяли салоны. Он уже все предупрежден, мы знаем. И бригадир нам тоже сказал. В целом же в городе паники нет. Но жители говорят, подобного ЧП не помнят. И поэтому за жизнь родных все же опасаются. Плохое настроение, очень плохое. Мы жили все время тихо и спокойно в нашей Макеевке. И вот почему-то какие-то, извините, идиоты нарушили наш покой. Им просто нет пощады. Мы очень все переживаем. Все сотрудники на работе, все спешат домой. Не, ну опасаемся, конечно. Ну, надеемся, что наши органы, короче, быстро решат эту проблему. Пока, может, не проникся сильно. Ну, да, конечно, опасаемся, потому что... Ну, все равно страшно такие вещи, когда происходят. Так же. В половине пятого взорванный фасад объединения Макеев-Уголь частично восстановлен. Выбитые окна на верхних этажах затягивают целлофаном. Пока въезд к зданию закрыт. Рядом дежурят один пожарный автомобиль и милицейская криминальная лаборатория. Оксана Витер, Владимир Ребриков, Панорама. От взрыва в главном офисе Макеев-Угля пострадали и расположенные вблизи здания. Взрывной волной выбило окна в соседней школе и отделении Укртелекома. Однако ни на учебный процесс, ни на работу предприятия это не повлияло, говорят работники учреждений. Больше о последствиях взрывов в следующем сюжете. 22-я Макеевская школа расположена в нескольких метрах от главного офиса Макеев-Угля. В момент взрыва в здании лопнули несколько стекол, рассказывают в учебном заведении. Окна повреждены на первом этаже. Здесь расположена пионерская комната и столовая. На учебный процесс это никак не повлияло, рассказывают школьники. Уроки начались вовремя. В школе все остается спокойно, ничего не изменилось, учеба продолжается, уроки проходят полностью, несокращенные. На уроки никак не повлияло, все проходит в полном размере, все отлично, нас не беспокоит, мы отвечаем. С учителями и школьниками проведена разъяснительная работа. В учебном заведении усилены меры безопасности. В школе был представитель правоохранительных органов. Просили просто проявлять большее внимание, может быть, большую бдительность в плане того, чтобы обращать внимание на наличие каких-нибудь посторонних предметов в коридоре, вестибюле школы. Серьезнее пострадало здание Укртелекома. Здесь на третьем этаже повреждено пять окон, рассказывают на предприятии. В течение дня рабочие ликвидировали последствия случившегося. Работа в отделах, где разбиты окна, не прекращалась. Третий этаж у нас расположена телефонная станция. И технологически наши сотрудники просто не могут покинуть данное помещение, потому что при аварийной ситуации необходимо наличие дежурного персонала. Произведена выдача теплой одежды. И определенные участки окон закрыты полиэтиленовой пленкой для исключения попадания холодного воздуха внутрь помещения. В магазинах, расположенных в центре города, рассказали, что они также работали в привычном режиме. А вот количество покупателей сегодня значительно снизилось. Ростислав Сысоев, Светлана Киккива, Игорь Нинашев, Панорама. И на этом пока все. Больше информации о данных происшествиях смотрите в следующих выпусках Панорамы в 19.30 и 20.30. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин